Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Алина Сазонтова. В сегодняшнем выпуске православные десногорцы отметили крещение Господне. Очень расстроились. Мы ждали с 10 часов, и никто не приехал. А почему решили приехать все-таки? Ну, потому что крещение, традиция. Главный атрибут Нового года отправился на покой до следующей зимы. В этом году из-за того, что вот поставлены камеры наблюдения, видеонаблюдения меньше, наблюдалось вандализм. То есть игрушки остались практически все на месте, чему мы очень рады. По информации регионального МЧС, в крещенских купаниях в этом году приняли участие около 1300 смолян. Это существенно меньше, чем обычно. Иначе прошел праздник и на источнике Казанской Божьей Матери, куда традиционно приезжают десногорцы. В ночь на 19 января от богослужения здесь было решено отказаться. Очень расстроились. Мы ждали с десяти часов, и никто не приехал. А почему решили приехать все-таки? Ну, потому что крещение, традиция. Не изменился настрой и у тех, кто приехал проверить силу своей веры и своего организма. То ли из-за мороза, то ли из-за опасности ковида, но традиционной очереди купели в этом году также не было. Однако это нисколько не помешало верующим в полной мере насладиться омовением. Я начинал с этой погоды. Поэтому мне морозы наоборот проще залезть, чем в теплую погоду. Как ты специально готовились к такой погоде? Нет. Местом богослужения в этом году был выбран Богородице Скорбящинский кафедральный собор Десногорска. Прихожан там ждали к полуночи. Праздничную божественную литургию совершил настоятель храма протеерей Виталий. По окончании литургии был совершен чин великого освящения воды. Затем отец Виталий поздравил верующих с праздником Богоявления. И сегодня в праздник крещения мы совершили божественную литургию, великое освящение воды. По традиции оно всегда совершалось на святом источнике в честь Казанской иконы Божьей Матери. Вы это прекрасно знаете, но мы решили немножко потихонечку, это замечательная традиция, немножко ее усовершенствовать. Поэтому, начиная с этого года, мы всех наших дорогих горожан приглашаем на ночную литургию в наш собор. А великое освящение воды будем совершать в следующем году, дай Бог дожить, днем. В удобное время для всех, чтобы могли посетить источник, послушать эти песнопения, услышать благословение священника, взять святую водички, искупаться. Ну а те, кто дерзает в эти морозы крещенские все-таки ехать ночью на источник, Бог благословит. Замечательная традиция. Главное, чтобы не навредила здоровью. Главный атрибут новогоднего праздника отправляется на покой до следующей зимы. Елку на площади у здания администрации демонтировали 21 января. 12-метровая красавица радовала горожан чуть больше месяца. Довольны были и сотрудники компании «ЭЦМ Смоленск», в ведении которой находится конструкция. В этом году из-за того, что поставлены камеры наблюдения, видеонаблюдения меньше, наблюдалось вандализм. То есть, игрушки остались практически все на месте, чему мы очень рады, потому что не придется их искать. Ну и так, в общем-то, никаких происшествий не было. Ну, все нормально, все хорошо. В этом году из-за эпидемиологической ситуации новогодние гуляния были отменены. На городской площади компанию «Зеленой красавицы» составила только деревянная горка. Тем не менее, даже в таком скромном формате праздничное настроение удалось сохранить. Особенно это относилось к юным горожанам. А как провожали городскую елку 15 лет назад, смотрите сразу после новостного выпуска в программе «Эфир из прошлого». Мы покажем кадры января 2006 года из архива телеканала Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 22 января в Десногорске переменная облачность. Днем плюс один, ночью будет минус два. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с Десна ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова